МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дерево сопровождает человека на протяжении всей жизни. С первого момента и до последнего. Оно служило с доисторических времен и строительным материалом, и поделочным. Чего только не делалось из дерева. Дерево – материал необыкновенно красивый и универсальный. По теплоте, энергетике сложно найти ему замену. Скульптуры, имея в своем арсенале такие материалы, как мрамор, гранит, бронза, никогда не обходили своим вниманием дерево. И современные мастера им не исключение. Кто-то заметил, что скульптура останавливает вечность. Как обычное дерево превращается в артобъект, нам сегодня расскажет Евгения Кудрина, художник-скульптор. Родилась в Башкирии, есть такая небольшая республика на Урале. А родители мои... А мама с Вологды, кстати, с севера. А папа с Изранской, то есть с Волги. Поэтому вот где у меня корни? Видимо, со всей страны они так собрались потихоньку. Вот. Но вот я провела как бы все свое детство, юность и детство в Башкирии. И когда я попала практически впервые в среднюю полосу России, Переславль-Залезский, то он меня, конечно, поразил, удивил, очаровал. Переславль-Залезский – это такой центр религиозный русский, старинный. И когда там с одной точки сразу видишь несколько церквей и монастырей, то так у меня... Мою русскость, как бы вот эту мою корневую такое, это очень встрепенуло. Я скульптор профессиональный, художник, скульптор по образованию. Училась в Пензе. Тоже маленький такой городок, среднерусский. Но там хорошие очень традиции. Есть такое там училище имени Савицкого. Тоже очень старое училище. И оно, в принципе, дает неплохих специалистов, именно художников и скульпторов. Деревянная скульптура у меня, в общем, возникла не так давно. Я перепробовала все материалы – керамику, металл, камень. У меня есть в граните работы. И большая каменная работа, кстати, есть в Ашхабаде на симпозиуме по парковой скульптуре. Я там участвовала. А дерево, вот я где-то лет 20 назад только-только занялась деревом. Попробовала дерево, оно мне показалось самым живым и теплым материалом. Потому что... Ну вот у меня даже есть такая сказочка про дерево, что дерево на самом деле живет очень много жизней. Сначала оно растет, семечко маленькое вырастает. Его там солнце питает, дождь поливает. И это его первая жизнь. Потом дерево срубают, ему дают вторую жизнь в виде какого-то сооружения, до дома или еще что-то, мебель какую-то делает. И так у него на самом деле много жизней. И даже когда дерево сгорает в печке, например, да, дает тепло, это вот его последняя ипостась такая. И даже в этом сгорании он дает свою энергию, свое тепло людям. И поэтому вот эта вот живая энергия, она для меня как-то очень близка оказалась. И я ее чувствую хорошо. И я думаю, что дерево тоже меня чувствует. Россия – лесная страна. Огромные территории заняты лесными насаждениями. Какие только породы не произрастают. Еще в доперестроечные времена социологи проводили опрос населения. Задавался вопрос, какое дерево является в России национальным. Критерием оценки служила степень распространенности. Большинство опрошенных ответили «береза». Вероятно, опираясь на эмоции, сразу вспоминается и знаменитая русская народная песня, и есенинские стихи, и картины Левитана, и Куинджи. И они ошиблись, потому что национальным деревом России, по единодушному мнению лесоводов, является лиственница. Она занимает более 40% лесных насаждений. Пять таких стран, как Франция, свободно разместятся на территории, занятой лиственницей. Ее древесина относится к твердым породам дерева. А если дерево несколько лет пролежит в воде, то становится практически каменным и не подвержено гниению. Исторический факт. Итальянская Венеция уже несколько столетий стоит на сваях из русской лиственницы. О, основные инструменты – мои топорики. Вот такой вот основной. Ну, это самый грубый для первой обработки идет у меня инструмент. Потом, значит, ножовки. И стамеска с киянкой. Вот эта стамеска, вот эта кияночка. Вот таким вот образом все происходит. Прежде всего, надо, конечно, понять, что в этом бревне происходит. И что оно от меня хочет, это бревно. И что в нем заложено, в этом бревне. Поэтому, на самом деле, я даже считаю, что творчества здесь очень мало. Я делаю только то, что уже существует в этом дереве. Мне его только надо освободить. Прислушаться к нему, понять его и освободить вот ту энергию, которая в нем уже заложена. Рождение образа – все вот в диалоге с деревом происходит. Я как бы здесь даже, когда начинаю что-то придумывать, это всегда хуже. Потому что, ну, это менее органично, я считаю. Все очень по-разному происходит. Опять все по-разному. То есть иногда бывает такое дерево, кажется, ну, подумаешь, что можно все быстренько, легко и непринужденно. Нет, с такими иногда бывают сюрпризами бревнышки, что приходится с ними повозиться. Иногда я по несколько лет работу просто переделываю бесконечно, долго. Вот у меня одна есть такая, здесь стоит в уголке. Она на меня очень обижается, эта девочка. Но она у меня уже три года, я ее никак не могу закончить. А есть ли работа, которая на одном дыхании все это происходит, делается? Любой изъян – это как бы такое для меня маленькое испытание, которое просто надо пройти, и все. Я беру практически бревно, вертикаль бревна. Очень мало туда внедряюсь. То есть максимально оставляю плоть этого дерева. И у меня нет выходов, то есть нет вставляющихся деталей каких-то. То есть пространственные, так я не завоевываю пространство. Это, я думаю, что больше свойственно для мужчин завоевывать пространство. А мне, как женщине, все-таки свойственно внутри этого пространства существовать. Какой-то такой сгусток совершенствовать, осваивать. Я их крашу обязательно. Потом у меня есть целая серия работ, которые вот я использую. Там ткань, ситчики с рисунком, с мелким. Или там мешковина. Ну, в общем, по-разному все время. Учителя у меня, учителей много на самом деле. И трудно так всех перечислить. Ну, самый лучший учитель – это наша жизнь. Находясь в мастерской Евгении, мы заметили, что большинство скульптур – женские. По признанию Жени, на этот вопрос она всегда отвечает по-разному. Вот и нам была озвучена новая версия. В каждом человеке существует и мужское, и женское начало. Видимо, когда я делаю скульптуру, мое мужское начало проявляется таким образом. Мне интересно делать именно женщину. Мне нравится показывать пластику женской фигуры. У скульптур Кудриной нет собственных имен. Ситцевая с букетом, простоволосая девочка, Ева номер один, Ева два, девочка в розовой юбке. Автор не стремится к какому-то портретному сходству. Эти образы собирательные. И, может быть, поэтому очень разные люди, увидев эти скульптуры, начинают узнавать в них себя. Выставочная деятельность у меня достаточно бурная. У меня такие большие бывают выставки в год по пять, по шесть выставок. То есть где не просто я там одной или двумя работами участвую, а группой своих делаю. И вот у меня, кстати, скоро будет персональная выставка в мае. По всем странам, наверное, уже распространилась, по европейским, по всем точно. И в Америке у меня большой был турне в 97 году по городам Америки. Такое творческое турне было. И там у меня осталось в результате 25 скульптур. Тогда было очень модное направление такого. Интерьеры делались в стиле первых переселенцев. То есть была такая грубая рубленная мебель. И они очень хорошо туда вписывались по своей стилистике. Недавно был год назад эта выставка «Белое море». То есть мы серьезно готовились. Там было два живописца и я скульптор. А живописцы были мои сокурсники. Они тоже очень так заболели давно уже русским севером. И у них большой материал был такой изобразительный. Вот этим летом я сделала в этой же деревне, на севере Карелии, сделала такое, ну, скажем, сооружение скульптурное. Три с половиной метра. Это такой ангел. Они его сейчас называют ангелом-хранителем местные жители. Прямо установили на скале в центре деревни. Такой на доминирующей скале. И на следующий год я поеду его уже красить. Деревня Гридина. Это север Карелии. Деревня Гридина. Кстати, очень интересная история у этой деревни. Эта история основана староверами. Они бежали в свое время, во время гонения на старообрядцев, бежали, по-моему, с Вологодчиной. Спрятались там. Там совершенно недоступные места. Там дорогу построили 20 лет назад, к этой деревне. Представляете, какая это была глухомань? Причем там был в свое время совхоз-миллионщик. Там что только не добывали они там. И тюлени добывали, и рыбу, и воду. Ну, в общем, огромное было хозяйство. Сейчас, конечно, все это в разрухе полной, вымирающая деревня. Но люди, вот качество этих людей удивительное осталось. Они, конечно, совершенно очаровывают, покоряют. Я там записывала частушки. В прошлом году бабушки еще поют. Там удивительные люди. То есть вот так как бы в двух словах не опишешь, какие они удивительные, чем они удивительные. Какой-то вот открытостью души, какой-то своей широтой, какой-то вот опять вот сохранившимся, наверное, только на севере русским духом. Когда я попала туда, я поняла, что это место, куда приезжают художники. И они оттуда питаются все время. То есть делают замечательные, красивые, живописные там этюды. И все время увозят все из деревни. То есть подпитываясь этим, пользуясь этим. И я подумала, что, ну, какой-то все-таки должен быть и обратный процесс. Что-то и художники должны дать этой деревне, оставить, по крайней мере. А что я могу сделать для деревни? Ну, вот что могу, то и делаю. Свой художественный стиль в деревянной скульптуре Евгения Кудрина никак не называет. Говорит, пусть этим занимаются искусствоведы. Но перекличка с традициями видна даже тем, кто впервые увидел творение Жени. Кто-то находит сходство со знаменитой пермской деревянной скульптурой, кто-то с тотемными столбами. Также проводят параллели с северной религиозной скульптурой. Некоторые видят какие-то корни в каменных идолах с острова Пасхи. Однажды скульптору сказали, что видели нечто похожее в Японии – старинных кукол 12 века. Вообще Евгений верит, что в мире существует хотя бы один такой же художник, который подключен к аналогичной вибрации и делает то же самое. К сожалению, дерево не такой долговечный материал, как мрамор или гранит. Как долго смогут сохраниться деревянные скульптуры, покажет время. Мы делали эксперимент несколько лет назад в Ростове Великом. Мы там использовали старинный способ консервации дерева, пропитывали древесину, уже готовую скульптуру, свежей такой бычьей кровью. То есть это немножко экзотично звучит, но на самом деле это оказалось очень результативно. Вот уже несколько лет стоит под открытым небом. Потом мы грунтовали, красили, то есть они цветные. И пока вот они в хорошем состоянии находятся. Что дальше будет? Пока это эксперимент, поэтому не знаю. Ехать на север, красить своего ангела. Мне уже звонят оттуда, говорят, вся молодежь у нас тусуется под твоим ангелом. Такая очень приятная реакция. То есть отдача уже, как бы я чувствую эту отдачу такую моральную, какую-то духовную. Вот с нарушением пропорций, да, я тоже все долго думала. Дело в том, что не я придумала нарушение пропорций, они как бы существовали еще чуть ли не из... Ну, то, что до нас дошло, это самое древнее изображение, это палеолит, да. Там все тоже пропорции нарушены. Но не потому, что вот художники палеолита, да, не знали эти пропорции. Они лучше нас вообще разбирались в пропорциях и в анатомии человеческой. Я думаю, что это такой прием используется, ну, и я тоже использую, для большей как бы выразительности. То есть я не делаю человеческое тело. Даже когда я делаю обнаженку, я не делаю человека конкретно, а я делаю образ этого человека. А для образа, может быть, даже важнее вот его как бы сущность не внешнюю, как там сочленяются пропорции ручки, к голове относятся, а образность внутреннюю показать. А это как раз, я думаю, вот когда я нарушаю пропорции, то есть я не отвлекаюсь на внешнюю поверхность, да, на схожесть с человеком. А как бы вот, ну, вот можно так образно сказать, существует мир видимого, а существует мир невидимого. И когда мы отходим от пропорций, то есть как бы больше возможностей говорить о внутреннем мире, о мире невидимого. А вот в арт-тренинге у меня как раз люди это делают. Вот когда мы делаем в системе форс-мажор, то есть по 6 часов в день занимаемся, то они делают 4 дня, 2 уикенда. Вот. Но у всех все равно разная скорость. Кто-то более замедленный, кто-то, наоборот, энергичнее. Вот. И в среднем, вот, по арт-тренингу, они от 20, ну, 20, 30, 35 часов, может быть, уходят на это все. Наша работа начинается со схемы. Я объясняю, что мы должны вписать фигуру. Ну, это в основном стоящая фигура, хотя мы делали и сидящие, вписывали бревно. Вписать бревно. Поэтому я вот такую схему показываю, объясняю, что каждое бревно мы должны расчленить. Самый главный принцип композиционный – это членение вертикального бревна. Сколько мы количества бревна вставляем на голову, размер головы вписываем, сколько на туловище, сколько на ножки, сколько на подставку. Вот. Когда соблюдаются вот эти вот ритмы композиционные, то, в принципе, работа хорошо держится, достаточно выразительная получается. Главное, чтобы вот эти вот размеры все не совпадали, чтобы были разные. Это, в принципе, закон золотого сечения. Потом начинают делать эскизы. Эскизы делают самостоятельно. То есть по тому бревнышку, которое у них есть, они рисуют его пропорции и уже придумывают сами абсолютно самостоятельно образы. Вот, например, здесь вот такие вот есть эскизы. Вот замечательный эскиз. Такая бабушка в платочке. Сейчас она вот в процессе работы. Уже по этим эскизам мы начинаем членить само бревно, бревнышко. Топором работаю только я. Я никому его не доверяю. Это опасный инструмент достаточно. И здесь грубая только обработка идет. Значит, мы или поверхность немножко выравниваем, или углы вот эти скашиваем, закругляем. Вот. Затем мы на этом бревне начинаем рисовать наши пропорции. Обязательно проводим осевые линии и начинаем членить. Где у нас будет голова, определяем. Где ноги, где руки, где носик. Помните сказку про Буратино? Там, когда папа Карло первый раз ударил по полену, что оно сказало ему? Он говорит, ой-ой-ой. То есть вот этот диалог, где, что должно быть, обязательно, конечно, подсказывает само или полено, или брус. То есть это очень важно прислушиваться, что с ним происходит, чего я хочу. И хочет ли это бревно от того же самого. Вот. Затем мы как бы по стадиям постепенно ведем работу и переходим уже к определенности уже какой-то человеческой фигуре. Уже там второй этап у нас начинается. Ну вот начало работы мы делаем небольшие надпилы. Обычно здесь подпилы идут, по плечам подпилы идут. И потом уже по пропилам мы убираем лишнее стамеской и кияночкой. Вот этот вот деревянный молоток называется киянка. Такие вот стамесочки правильным образом их берем и убираем лишнее. Так, вот эта работа у нас делает Света. Ну вот это Наташа на работе, такой мальчик с метчиком замечательный. Это липа, помягче немножко по обработке, поудобнее по формату. Но я липу на самом деле сама не очень люблю, потому что она слишком мягкая. То есть когда материал не сопротивляется, это уже совсем неинтересно. Кстати, вот летнее время мы делаем обязательно где-нибудь на природе, на даче. Там все это птички поют сверху. Энергия вот этой природы, она всегда выражается и в результате потом работы. Давай здесь убираю все эти линии, они нам уже не нужны. Стамесочку повернули. Так, ага. Стамески все разные. Даже вот тяжесть киянок тоже разная. Это все зависит от формата человека. Когда человек крупный мужчина, например, конечно, я ему даю вот эту веситую кувалочку. В основном работаем прямыми стамесками, вот это называется прямые стамески. Иногда, значит, используются вот такие угловые и полукруглые. В принципе, вот этого достаточно. Для этого набора, для полностью законченной работы достаточно. Мы обязательно всю скульптуру красим. Я все время на этом настаиваю. И потом, когда в результате мы смотрим, то все убеждаются, что действительно красить надо. Хотя бывает момент сомнения, но я своим авторитетом, видимо, давлю, и поэтому все красят. Еще несколько приемов будем использовать для подчеркивания фактуры. Мы это делаем такими специальными восковыми карандашами. И вот, например, на этой законченной работе уже все приемы использованы. Видите, здесь достаточно сложный цвет. Ну и композиция очень сложная. Я горжусь этим вот человеком, который... Это он уже четвертую работу делает на тему библейских сюжетов у него. Богоматерь с младенцем Христом. Я считаю, что дерево в скульптуре не надо делать гладким, потому что гладкая у нас должна быть мебель. А скульптура, она всегда хороша, когда существует фактурность. Подчеркивается плотность дерева, фактурность всевозможными такими приемами. Вот. И еще несколько работ я могу показать. Закончены уже. Вот такой замечательный здесь у нас есть. Лучник. Коля. Коля-лучник. Причем здесь даже какая-то литературная история, видимо. Здесь и целый развернутый рассказ про этого Колю. С декорированным таким раскрашенным низом. Скульптура – это тоже игра, но уже немножко в другом состоянии как бы человек играет. Все равно мы делаем куколу на самом деле. Вообще мы всю жизнь играем в куклы, уж если на то пошло. Дети – те же куклы. Вот, например, я делаю лошадку. Здесь из двух бревен монтируется она. И она незаконченная. Значит, вот бревно одно, ножки отдельно, голова отдельно, вот хвостик отдельно. Здесь потом будет так приставляться хвостик. Вот так вот. Еще ушка одного тут нету. Оно еще вертится так на соплях все. То есть вот даже мне нравится, что формат вот этого бревна, он такой с трещинами. Вообще это очень красиво, когда трещины. Это ощущение уже бревна, которое прожило какую-то жизнь свою. Это такие рощи по времени. У меня один знакомый поэт, он говорит, как ты можешь называть это трещиной? Есть такое красивое слово «рощипы». Вообще структура древесины, она очень сложная. Мне кажется, что она такая вот там колечки, и вертикально все эти слои идут. На самом деле все очень непросто. Там бывают такие переплетения. В самом неожиданном месте могут возникнуть какие-то каверны, образуются вдруг около сучков или еще как-то. Потому что дерево же оно растет не так, как нам кажется, по схеме определенной. Если, например, дерево растет чуть-чуть на каком-то склоне, обязательно древесина у него будет, соответственно, выгибаться в каких-то местах. То есть это целая поэзия, как вообще растет дерево. Фигуры, выполненные скульптором, изображают не конкретных людей, а их эмоции – ожидания, задумчивость, счастье. В них легкий намек недосказанности. Подобно древним мастерам, Женя раскрывает тайные желания, божественную сущность и волшебные свойства дерева. Ее скульптуры, как потомки деревянных идолов, несут в себе дух леса, запах природы, воспоминания прошлого. Пройти мимо деревянного народца нельзя. Он заставляет остановиться и взглянуть на себя. Цель творчества, она всегда является выразить самого себя, чем бы человек ни занимался. Дворник тоже выражает себя, убирая снег, наш бесконечный снегопад. У меня нет таких конкретных целей, амбициозных каких-то, чего-то выразить. Ну вот как получается, так и хорошо. Главное, чтобы мне это доставляло удовольствие и удовлетворение. Это и есть, я думаю, это видно по моим работам. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok